Здравствуйте. Здравствуйте. Евгения Сергеевна, меня зовут Иван Георгиевич. Я являюсь представителем агентства Феникс. Евгения Сергеевна, я звоню вам по факту вашей неоплаченной задолженности. Нормально. Нормально представьтесь. Фамилия, имя, имя, организация, юридический адрес. Я вам представил, Евгения Сергеевна, я вам что... Нормально по закону представьтесь, а потом орите. Я вам не орал, Евгения Сергеевна, это вы сейчас начинаете в помощи. Вы не платите по кредиту и еще что-то пытаетесь как-то говорить, как будто что-то требовать. Что вы имеете право требовать, Евгения Сергеевна, когда оказались в такой ситуации, задолженности в 217 тысяч. Кто ты такой? Меня зовут Иван Георгиевич, я вам представился, представитель агентства Феникс. Какая у вас разница, какая у меня фамилия, Евгения Сергеевна? Ну а тебе тогда такая разница, буду я платить или не буду я платить? Да потому что, Евгения Сергеевна, вы не платите, вы отказываетесь от своих обязательств. А это нарушение статьи Гражданского кодекса Российской Федерации на 309-й. Какая какая еще раз? 309-я статья Гражданского кодекса Российской Федерации. А я с вами договор подписывала? Вы подписывали договор с банком Тинькофф. Ну а вы тут при чем? Да потому что вы даже банку не платите. Банку надоело это отношение и передали ей ваше дело нашей организации. Банк на это имеет право. Между с банком вот и развлекайтесь. Я тут при чем? Банк меня не держит. Что это значит, Евгения Сергеевна? Это вы все это время развлекались и не платили по кредиту? А что вас это так беспокоит? Ну возьмите, заплатите, раз вы так переживаете. Да что вы, Евгения Сергеевна, у меня нет проблем. Это у вас проблемы. Причем большие проблемы, Евгения Сергеевна. Сейчас планируется выезд, выездная группа по вашему адресу проживания. От полиции по 163-й статье вас посадят всех и будет отлично. Да что вы говорите? Да ну вы, Евгения Сергеевна. Тогда давайте мы это дело решать. Помоги и послушайте. Я не буду молчать. Евгения Сергеевна. Евгения Сергеевна. Ты мне скажи, у тебя есть судебный приказ? Евгения Сергеевна в зеркало скажет, понятно? Да вот посмотри ты там сидишь. Своим родственникам так говорить будете. Клоун. Но вы не имеете права так разговаривать. Вам это ясно, Евгения Сергеевна? У вас не закон. Я вам представился, Евгения Сергеевна. Я вам представился, Евгения Сергеевна. Так ты мошенник, понимаешь? Звонишь ты мне. Чего ты говоришь? Не представился, Евгения Сергеевна. Ты мне не присидел. У вас это есть доказано? Нет, у вас не доказано. У вас ни уведомлений, ничего нету. Год назад вам было передано уведомление. Нет, нет. Куда вы его делили, нет никакой проблемы, Евгения Сергеевна. Вы видели его. Вы прекрасно об этом знаете. Вы просто пользуетесь якобы возможностью, не знаю, искусственной, созданной именно вами. Смешно вам, Евгения Сергеевна? Не да. А что, развлекаете меня-то, слушайте, прикольно. Чего развлекаете, Евгения Сергеевна? Это вы уже банк развлекаете. И развлекаете нас уже. Да ты, слушай, выбрал себе бабскую работу. Не бей, не мей, не кукареку. Что-то мучите каждый день, непонятно методичку. Что вы видите? Я с вами общаюсь. Я вам объясню. Я вам объясню вашу ситуацию, если вы не понимаете ее. Когда у меня работа, у вас по телефону. Это вы сейчас что-то пытаете непонятное объяснить? Что-то сейчас мне пытаетесь какой-то... Э-э-э-э-э. Все, ты даже сказать не можешь, ничего нормального даже не можешь. Свою идею, да, фразу, сформулировать ему предложение. Что-то, блядь, как бык какой-то, киллок. Вы разговаривать дальше будете? Или, может быть, все-таки будем вести диалог, а не монолог, Евгения Сергеевна? Так это ты что-то там орешь нормально сформулировать идею, не знаю, фразу не можешь. Я вам все объясняю нормально. Я вам объясняю. У вас есть задолженность. Когда платить будете? Да кто ты такой, чтобы перед тобой титул? Буду я платить или не буду? А, то есть вы откажете, что плачу? Ты мне не представился нормально. Так, подождите, Евгения Сергеевна, давайте... Подождите, Евгения Сергеевна, подать эту телефону, вы отказываетесь уплачивать по кредиту? Что говорите еще раз? Вы отказываетесь уплачивать по кредиту? Да я сам не собираюсь вообще даже разговаривать на эту тему. Вы для меня не кто, вы мошенник. Понимаете, вы за мной не представились, вы меня не дистанете. А чем обоснованы мои мошенничные действия? Откуда вы знаете, что я Евгения Сергеевна? Вот ты мне скажи, откуда ты знаешь Евгения? А? Знаю. А откуда знаешь? Ты экстрасенс? Можно и так сказать, Евгения Сергеевна? Ну, я в шоке, конечно. Ну, это я в шоке, Евгения Сергеевна. От вашего... Откуда вас берут... Слышите, откуда вас таких, я не знаю, сказочных идиотов берут, а? Евгения Сергеевна, откраблять будете себя. Понятно? Что еще раз скажите? Ничего, Евгения Сергеевна, вы услышали меня прекрасно. Я не услышала. Если бы вы не смеялись, вы бы прекрасно меня услышали, и мы бы нормально с вами пообщались. А вы слышите только себя и свои глупости, которые вы что-то какие-то пытаетесь мне что-то доказать. Я вам объясняю, у вас есть долг, вы этот долг не платите. Не платите уже больше года. Да ты что? Быть такого не может. Да что вы говорите, Евгения Сергеевна? Да быть такого не может. Я 15 лет... В общем, я фиксирую отказ от твоего исполнения обязательств нарушения статьи Гражданского кодекса РФ, именно 309-й. На этом я с вами прощаюсь, Евгения Сергеевна, до свидания. А тебе не кашлять, родной Сергей. Спасибо большое, Евгения Сергеевна. До свидания. До свидания. Ну? Тропку-то клови, чудо сказочное. Чего тропку не кладешь? Удила с нижнего тыгила. Итак, прошел.